Полный абзац Надежда Маценко, доброе утро. Доброе утро. Надежда, вот у нас от библиотеки Белинского, ну, приходят иногда из отдела редкой книги, иногда пресс-секретарь. Расскажите, чтобы аудитория знала, за что отвечаете вы. Я руковожу редакционно-издательским отделом библиотеки Белинского. Так, а чем отдел занимается? Вы что-то выпускаете? Редакционно-издательский отдел редактирует и издает печатные издания. То есть у вас, грубо говоря, в библиотеке свое издательство? Ну, для большинства жителей города библиотека Белинского – это вообще красивое здание и библиотека. По большей части, да. А на самом деле библиотека Белинского имеет областной статус. Мы являемся методическим центром для 849 библиотек нашего региона. Поэтому огромная научно-методическая работа проводится библиотекой, работа по сохранению книжного фонда и много других недоступных обычному обывателю, так скажем, процессов мы ведем. В том числе и редакционно-издательская деятельность – это тоже очень важное направление. Сколько людьми управляете конкретно вы? У меня в штате три дизайнера, два из которых совмещают работу дизайнера с работой печатника. А, эксплуатируете? Эксплуатируем потихоньку, да. И, смотря, не признается главная честность. Конечно, конечно. Напомню Надежда Маценко, библиотека Белинского. Ну, как всегда, я думаю, сегодня нас ждет интересный рассказ. Книгу вы принесли с собой, поэтому давайте пару слов, да, можно и больше. Что сегодня у нас на кону, грубо говоря? Вот на кону у нас прекрасное время между 23 февраля и 8 марта. И я подумала, что очень будет интересно послушать такую грань потрясающую, как воспоминания жены художника. Книга «Мой великий русский муж» Марии Федоровны Петровой-Водкиной. Еще раз давайте название, чтобы все услышали. «Мой великий русский муж». Вот. Так нужно обращаться к каждому. Повесить на себя бейджик с этим. Вы когда-нибудь мужу Марина Валерьевна так говорили? Нет. Почему? Ну, потому что это слишком неемко, так скажем. Слишком много слов. Мария Федоровна – это необычная женщина. Кузьма Сергеевич знакомится с ней во Франции. Она по рождению француженка, по происхождению отец ее серб. И в этом плане Мария Федоровна и ее воспоминания представляют для нас потрясающий интерес, потому что это та история, когда русские художники были ассимилированы в некий процесс мирового культурного масштаба. Я вас сразу прерву. А если она сама француженка, отец серб, а почему Мария Федоровна-то? Ну, отец серб. Так. Отец серб. И вообще русские имена, славянские имена достаточно популярны во всем мире. Вы их можете встретить и в Мексике, и в Японии. То есть она ничего не меняла, так ее и зовут. Да, да, конечно. Хорошо. Так, продолжаем. Вот на самом деле я как представитель библиотеки очень люблю цитаты, поэтому я сразу, чтобы было понимание, о чем эта книга... С радостью давайте. ...вам сделаю цитату. Она завершает этот прекрасный труд. Я подхожу к концу моих воспоминаний. Все, что написано в этой книге, является правдой и только правдой. К сожалению, я не вела прежде дневника, и поэтому вынуждена писать по памяти. Возможно, что я испутала какую-нибудь дату, ведь даты хуже всего сохраняются в памяти, нежели события. Мне сейчас 71 год, и я сочла возможным вписать в мои воспоминания только то, что я лично помню. Вот они знакомятся при большой разнице возрасте. Я уже сказала, что Кузьма Сергеевич путешествует, путешествует по Европе, собирает свои впечатления, ассимилирует в себя большую мировую художественную школу. Он знакомится с молоденькой девушкой, абсолютно прелестной. Предлагает ей написать ее картину, ее портрет. От негодяй. Вот так это все начинается. На третий сеанс он делает ей предложение «Мадемуазель Мария, согласна ли вы стать моей женой?» Вот просто, когда рисует картину. Да, на третий сеанс. И они проживают прекрасную жизнь. К сожалению, вы знаете, что Кузьма Сергеевич уходит от болезни в достаточно раннем возрасте. Для художника 60 лет – это абсолютный расцвет сил. Она, Мария Федоровна, переживает своего великого русского мужа. Она достаточно большой промежуток времени. Она без него живет больше 20 лет. Она не уезжает из России. Она находится в блокадном Ленинграде. Там очень интересная история вообще, которая, как и любая личная история, отражает историю нашей страны. Ну и кроме всего прочего, кроме вот этих вот эмоциональных высказываний о любви и об отношении к своему мужу, параллельно тут, конечно, рассказ вообще биографический, рассказ о картинах, об истории написанных. И потрясающие, очень милые подробности. Например, она рассказывает, как она в молодости, не в молодости, а в детстве, находится в монастыре. И вот такие вот интересные фразы. Значит, монастырь, в котором я воспитывалась, находился в Банье, 10 километров от Парижа, в окрестностях Со. Значит, девочки делились на две большие группы, так скажем, более высокого материального, достаткового и более низкого. Значит, обеспеченные были одеты в платье из светлой шерсти. Наша форма была из темной альпага, которая оделась из шерсти горных коз. В общем, такие абсолютно интересные подробности. Она начинает с детства. Книга богата и иллюстрирована. Фотографии документальные, фотографии, которые ранее не публиковались. История издания этой книги тоже заслуживает отдельного разговора. Это желание дочери, дочери великого художника и Марии Федоровны. Поэтому я приглашаю ваших слушателей стать читателями. А жены художников – это действительно отдельная история, потому что вы все вспомните и помните, и знаете, Сальвадор Дали и Гала. Да, конечно. Марк Шагал и Белла Шагал. Ну и художником же в широком смысле можно вообще назвать любого творца. Ну понятно, что мы здесь говорим конкретно об иллюстраторах, да простят меня такое слово. У меня к вам есть несколько вопросов. Смотрите, вопрос номер раз. А он ее портрет-то в итоге нарисовал. Живописцев, а не иллюстраторов. Я извинился за это слово. Ну, знаете, я хочу сказать, что любой художник – иллюстратор, потому что он умножает то, что он видит или чувствует. Да, поэтому мы простим за такое немножко нашего несведущего товарища. Портрет абсолютно чудесный. Он был написан. И вообще, вы знаете, что музы и жены художников часто являются таким вот сквозным мотивом в живописи. И этот лик преследует женские образы картин художников. Это, кстати, и у Беллы Шагал то же самое. Ее лицо просто рифмуется у Марка Шагала. Когда она умирает, он ломает кисти и говорит, что он не вернется к Мольберту. И его дочери Иде очень много сил было нужно потратить, чтобы убедить отца все-таки не бросать свое искусство. Книга, я так понимаю, иллюстрированная, да? Там фотографии, картины есть. А вот есть ее портрет, который он рисовал? Хочется его просто-напросто убить. Понятно, что курировала издание «Дочь». Понятно, что обложка, вы понимаете, это лицо книги. Поэтому на обложке не Мария Федоровна, а они вдвоем. Фотография, да. То есть абсолютно такая чудная фотография. Они в этот момент находятся на исторической родине. Кузьма Сергеевич очень интересно относился к своим корням. Например, он на одни из первых гонораров покупает матери дом и просит маму оставить службу и посадиться в этом доме. Молодец. Да, как хозяйке семьи. Еще у меня к вам вот такой вопрос. Если уж мы про цитаты заговорили, здесь идет описание ее жизни с малых лет. Есть ли описание его, когда она его первый раз увидела? Что она о нем говорит и пишет? Конечно, но вы знаете, она в абсолютном было ощущении, что она встретила человека редкого. Вот я сегодня пытаюсь провести какие-то параллели, потому что я понимаю, что Петров Водкин может быть не так сильно известен, как, например, Сальвадор Дали. Но Сальвадор Дали говорил, что Гала первая ему внушила, что он гений. Она внушила мне, что я гений. То же самое произошло и здесь. Абсолютное ощущение масштаба личности мужчины, с которым она встретилась. И, конечно же, даже восторги по поводу его внешности. Хотя внешность Кузьми Сергеевича Петрова Водкина была не классическая. Это не был Аполлон, да, Бельведерский. Но это любовь с первого взгляда, конечно. И потом в таких семьях, и вот та традиция, о которой мы говорим, все-таки браки заключались по некому нравственному согласию, а не по таким объективным показателям, как достаток, либо социальный уровень. Вот поэтому тут, конечно, история о любви. Кому вы рекомендуете эту книгу «Возраст»? Ну, понятно, что увлечение это уже для широкого кругозора. А вот ребенку можно подобное читать или все-таки это для зрелой аудитории? Здесь возрастной ценз самый низкий. Тут нету никаких сальных подробностей, интимных деталей. Насчет возраста мы вот сейчас подвели данные статистики за 2018 год и обнаружили, что 63% читателей Белинки – это люди до 30 лет. Хорошо. Это великолепно. Думаю, молодая аудитория. Хорошо. Молодежь до 30 же. Конечно, абсолютно. Ну, тем более, по данным ВОЗ, у нас до 40 сейчас, да, ВОЗ распределили молодежь? До 40? Да, да, да. До 30 же вроде остановились в последний раз. Нет, нет, уже переделали. Всемирная организация здравоохранения не дремлет. Того и глядишь к 50 я до сих пор останусь молодежью. Вот эту книгу, как и любую автобиографическую книгу, надо советовать тем людям, которые не просто проживают свою жизнь, а пишут свою биографию. Люди, у которых какие-то личные цели достаточно серьёзные, которые нуждаются вот в этом подспорье, пройти чужой жизненный путь, может быть, что-то взяв для себя. Потому что здесь очень много таких вот точек, точек, связанных с принятием твоего искусства. Вы правильно сказали, что художником в общем плане может быть назван любой человек, который что-то творит, да, который решает какие-то задачи, которые до него не решали. Вот, например, такая вот цитата. Давайте. Значит, они гуляют в Британии, около, значит, воды. Девятый вал был настолько сильным, что едва не сбросил нас со скалы в море. Кузьма Сергеевич сказал мне, дай мне руку и не шевелись. Долго мы стояли под ночью скалы, наблюдая разбрушивавшуюся стихию. Знаешь ли ты, обратился ко мне, Кузьма Сергеевич, что искусство мне дороже всего на свете, дороже матери, дороже жены. Ты не ревнуешь? Ты сам искусство, ответила я ему, и я тебя люблю в твоем искусстве. В общем, тут вот такие диалоги приводятся, по памяти Марии Федоровны приводят такие диалоги, очень важные для нас. Романтик. Я бы не сказала, что это романтик. Тут нету флера романтики. Это как есть. Но это все равно романтичная ситуация. Они стоят, девятый вал их чуть не сносит, они вдвоем ведут такие разговоры. Сейчас такое не услышишь. Может быть, я испорчена чтением многочисленных таких ситуаций, но для меня она менее романтична, чем вот концептуально в подходе к жизни. Нет, вопросов нет. Но по сравнению с современной действительностью, это очень романтическая ситуация. Так, где можно взять эту книгу в библиотеке и дают ли ее на руки-то? Значит, вы знаете, что библиотека Белинского работает в режиме читального зала. То есть книги на дом не выдаются с небольшими исключениями. Это касается профессорского зала, зала иностранной литературы. Это книга в едином фонде. Если вы плохо ориентируетесь и вам будет проблема работать с электронным каталогом, вы можете зайти в основное здание на второй этаж, зал каталогов. Наш специалист поможет вам оформить требования. Вы книгу получите на руки, сможете спокойно в наших уютных интерьерах почитать, поизучать, а возможно и потом купить себе домой, потому что это издание действительно чудесное. Оно новое, оно актуальное и содержит действительно уникальную информацию, в том числе фотоинформацию. Надежда Маценко была сегодня в нашей рубрике.